Разработка фильма Доктор Стрэндж в мультиселенной безумии идет полным ходом, и вместе с ней появляются все возможные новости, касающиеся как сюжета, так и персонажей. В этом ролике я вам расскажу все возможные камео в фильме Доктор Стрэндж 2 мультиселенной безумия. Не судите меня строго, если какой-то персонаж окажется фейком, рекомендую досмотреть данный ролик до конца. Ведь, если ты не досмотришь данное видео, возможно, ты упустишь много чего интересного. Всем привет, с тобой я Колди, погнали! И начну я с таинственного персонажа. Президент Марвел Кевин Файги недавно намекнул на появление персонажа в фильме, которого студия всегда хотела использовать. Он начал с того, что в фильме появятся персонажи, которых никто не будет ожидать, и что команда MCU хотели давно его уже включить в свои проекты. Сложно сказать, кто это будет и кто это может быть, поэтому остается лишь догадаться. Новый трейлер подтвердил камео Чарльза Ксавьера в исполнении Патрика Стюарта. Возвращение мутантов заставило многих поверить в то, что другие герои из вселенной Люди Икс от Фокс также появятся в сиквеле. Теперь, когда премьера картины пробежается, снова обсуждается камео Дэдпула. И как раз один из таинственных персонажей может быть как раз Дэдпул. Инсайдер Джон Кэмпия в последнем эпизоде своего шоу на ютуб заявил, что Райан Реллинс не появится в роли Уэда Уилсона. По словам источника, близкого к Mario Studios, студия не рассматривала его появление. Как говорит Джон Кэмпия, я могу подтвердить для вас всех прямо сейчас, что Райан Реллинс не появится в Докторе Стрэнджа 2. Я могу на 100% подтвердить это для вас. Райан Реллинса не будет в этом фильме. Источник, к которому мы вчера обратились, на 100% знает. И на 100% сказал, в основном, недвусмысленно, что Райан Реллинса нет в этом фильме. Заметьте, Джон Кэмпия сказал, что не будет именно Райан Реллинса. Но он также и не сказал, что Дэдпула в этом фильме не будет. В постере фильма были осколки. И на каждом осколке был свой персонаж. И как раз на одном осколке фанаты нашли Дэдпула. Конечно, сразу и не поймешь, кто это. Но если чуть-чуть дорисовать, то будет понятно, что это Дэдпул. Скорее всего, Дэдпул появится, но в исполнении другого человека. В фильме Доктор Стрэндж в мультисленное безумие появятся герои из разных реальностей. И теперь в сети появилась информация, что, возможно, будут даже альтернативные Мстители. На сайте Amazon появилась страница с футболкой, которую запустят в продажу в рамках рекламной кампании сиквела Доктора Стрэнджа. На футболке можно увидеть логотип Мстителей. А в описании товара написали. Присоединяйтесь к Доктору Стивену Стрэнджу в совершенно новом, умопомрачительном приключении в Докторе Стрэндже в мультисленное безумие Marvel Studios. Эта футболка демонстрирует логотип Мстителей. Команда самых могущественных героев Земли, которые могут быть из совершенно новой мультивселенной. Описание явно намекает, что этот логотип принадлежит Мстителям из альтернативного измерения. Вполне вероятно, Доктор Стрэндж во время своего путешествия по мультивселенной окажется в мире других Мстителей. Может быть, колдун пересечется с Мстителями. И тогда мы узнаем, кто входит в состав команды в другой реальности. Хотя супергероев могут вовсе не показать. Вдруг будет, например, только Башня Мстителей. Логотип альтернативных Мстителей немного отличается от того, что красовался на башне Мстителей в киновселенной Марвел. Сочетание красного и металлического намекает на Альтрона. Вероятно, в реальности этих Мстителей Тони Старк запустил массовое производство костюмов. Что как раз в духе Железного Человека. Благодаря чему все Мстители смогли использовать его технологии. Файги говорил, что кинокомиксы Доктор Стрэндж в мультисленном безумии и Человек-паук нет пути домой связаны. И уже все мы знаем, что Доктор Стрэндж помог Питеру в фильме Человек-паук нет пути домой. Возможно, Питер ответит ему тем же и отправится с Доктором Стрэнджем в опасное путешествие. Также там, возможно, появится Древняя. Хотя Древняя была убита в первом Докторе Стрэнджа, это не помешало ей появиться в фильме Мстители Финал. И по слухам ей предстоит появиться в фильме Доктор Стрэндж в мультисленном безумии. Возможно, Доктор Стрэндж сможет вызвать ее дух, чтобы получить какой-то совет. Также, как пишется в источнике, появится Черная Вдова в роли Эмили Блан. Также Халк, который будет играть Эдвард Нортон, Тора, Тома Хиддлсона. Все вы, возможно, видели знаменитые кадры с прослушивания Хиддлсона на роль Тора. История известна. Актер пробовался на роль главного героя, но в кастинге сам директор увидел в нем идеального злодея. Хиддлсону уже не привыкать играть разные версии своего персонажа. А теперь появился шанс показать Крису Хемсфорту, как правильно держать молот Тора. Появится соколиный глаз от Дженсона Экклза, звезда сериала Сверхъестественная. Изначально данный актер проходил пробы на роль Капитана Америки, но студия предложила ему взамен Лука и Стрелы. Актер отказался, так как был занят в то время другими проектами. Появится Доктор Стрэндж от Хоакана Феникса, всем знаменитый нам как Джокер. Один из немногих обладателей статуэтки Оскар, взял исполнение роли персонажа из комиксов. Данный актер мог связать свою жизнь с супергеройским жанром намного раньше. Киностудия долгое время пыталась заполучить Феникса на главную роль в первом фильме Доктора Стрэнджа, но тот отказался. Появится Канг Завоеватель от Джонатана Мэтт Джорса, один из главных претендентов на роль большого плохого злодея в новой киноселенной. Канг существует для того, чтобы создавать неразбериху с путешествиями во времени и между вселенными. Если в фильме он не появится, то в сцену после титров уж точно заглянет. Появится Мобиус, который был в сериале Локи. Как говорит источник, Мобиус заедет на гидроцикле и спасет всех. Также появится Блэйд Уэстли Снайпса и классическая фантастическая четверка, где Крис Сэймонс, Джессика Альба, Майкл Чиклис и Иоанн Гриффит. Также появится Сорвиголова Бена Аффлека, Халка Эрик Кабана, да-да-да, второй Халк, да. И Агата Хартнес, которая играет Кэтрина Хана. Убийца Спарки Агата получит собственный сериал в ближайшем будущем, так что персонаж студии явно понравился. Последними столбами злодейки Ванди были угроза о том, что та не знает, что высвободила и прибежит к ней за помощью. Вот и посмотрим. В том числе появится злой Вонг и Капитан Картер от Хейли Этвелл, который засветился в постере в виде щита. Было бы неплохо, если вы посмотрели мои предыдущие ролики. Как раз вот ролик, который связан про камео персонажей. Третью часть видео опубликует также в понедельник. С тобой был я, Колди, и еще увидимся.